вообще что такое идеальный процесс продаж это простой и быстрый способ продать это для покупателя и самый простой быстрый эффективный это со стороны менеджера по сути процесс продажи заключается в том чтобы понять кто ваш покупатель что ему нужно какие у него потребности потом понять как у вас есть товар услуга как можете его презентовать предложить для клиента чтобы ему это понравилось потом как предложить ему условия закрыть сделку на тех условиях и по деньгам чтобы было комфортно там в оплату либо рассрочку потом как исполнить обязательства то есть это сервисы после продажное обслуживание и последнее как либо взять рекомендацию чтобы второй клиент пришел от него же и купил либо этому клиенту что-то до продать совет провести цикл по второму разу вообще идеальный процесс продажи это открытый процесс то есть если вы можете у вас прости вы можете рассказать о каждом этапе зачем вы спрашиваете этот вопрос почему один этап идет за другим если вы можете бы логично описать вот эту всю архитектуру продажи то тогда вы хороший менеджер а если вы не понимаете или что-то не можете объяснить когда вас спрашивают зачем ты это задаешь а почему вы такие вопросы то это как такой индикатор что что-то вы делаете не так поэтому открытость продажи это такое незаменимое и открытый процесс и все мои знакомые крутые которые менеджеры они всегда открыты они такие открытые люди и называют вещи своими именами если клиент что спрашивает они отвечают на их вопрос они не юлят не играют в эти игры они профессионалы и сразу четко отвечают по делу и без всякой воды вообще лучший процесс продажи скорее он короткий чем долгий но важно чтобы менеджер понимал что он может уделить сколько угодно времени покупателю и понимал сколько времени есть у покупателя чтобы не тратил его время распределить это время и уложиться вовремя и чтобы у покупателя тоже было время например подумать если он хочет обдумать какое-то решение было такое поле действия и возможность по таймингу двигаться но при этом вы должны понимать что есть определенные этапы продаж которые должны быть обязательны и даже если времени мало то лучше не проскакивать эти этапы и если вы реально заинтересуете клиенты он скажет что у него есть две минуты и две минуты вы поговорите и ему будет интересно с вами он может с вами и на полчаса зависнуть то есть здесь важно просто уважать время клиента подстраиваться а дальше уже смотреть по ситуации